СПОРТОБЗОР Для воспитанника новосибирского фламинго Антона Кулятина будущая Паралимпиада далеко не первый крупный турнир. После победного гран-при в Тунисе чемпионата Европы в польском Быдгоще, где Кулятин установил рекорд Европы на своей профильной дистанции в полтора километра, уроженец Новосибирска намерен бороться за золото Паралимпиады в категории слепых и слабовидящих спортсменов. Я надеюсь, если все, дай бог, хорошо, если там не будет никаких ограничений, медаль-то надо цеплять. Ну а если прям все оптимально, то хотелось бы и за золото попробовать побороться. Тем не менее, все планы может спутать стремительно ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в самом Токио. Где еще в первые дни игр было зафиксировано рекордное число заболевших за сутки. Из-за чего паралимпийский турнир, в худшем случае, вовсе могут отменить. На самом деле, едем ли? Пока еще вопрос. Вот, то есть, так же, как сказал и тренер Шабурова, на самом деле мы сейчас, то, что мы едем, будем, ну как бы будем говорить уже тогда, когда будем в Токио. В первые три дня мы не должны контактировать ни с кем из членов других команд и сборных. Наш комитет направил им письмо с просьбой расшифровать, как это будет вообще на практике выглядеть. То есть, у людей одна столовая, там, они ездят на разминочные стадионы. Ответа до сих пор нет. Чтобы обезопасить себя и всю команду, нужно прививаться. А это имеет свою цену. За здоровье приходится расплачиваться буквально собственным временем. После прививки Антон потерял 10 дней тренировки. Также изменилась система подготовки. Были отменены сборы за рубежом. Сбор в Кисловодске на горах, на Кавказе силовой этап проходили. Потом наматывали очень большие объемы в Киргизии. И после этого спускались вниз разбегиваться. В этом году Киргизии не было. Полноценная подготовка велась, начиная уже с марта месяца. То есть, там мы в Кисловодске были. То есть, мы пропустили именно среднее звено. Вот сейчас, непосредственно перед отъездом в Новогорск. То есть, сейчас они уже, ну, типа карантина две недели сейчас отсидят в закрытой территории в Новогорске. Оттуда вылетят в Японию. Экипировку там получат. Вот, до этого мы тренировались в Уфе. В Японии Антону предстоит пробежать свою коронную дистанцию в полтора километра. Среди главных соперников. Алжирский бегун Аптеллатиф Бака, чемпион 2016 года. И считающийся абсолютным фаворитом австралийец Джарид Клиффорд. Финальный забег на этой дистанции состоится 31 августа. Магия чисел. Ведь в случае успешной квалификации Антон будет бороться за медали Паралимпиады в день своего рождения. 7 августа в Новосибирске пройдет Кубок России по спидвею. Последний раз такие старты проходили прошлым летом. Поэтому соревнования с нетерпением ждали как зрители, так и спортсмены. Наша съемочная группа побывала на тренировке и узнала, как идет подготовка к кубковым заездам. На дроме снова слышны звуки двигателей и запах моторного масла. Все потому, что уже завтра в Новосибирске пройдет Кубок России по спидвею – гонкам нагаревой дорожки. Наш город представит трое гонщиков – Сергей Караченцев, Руслан Гатьятов и Илья Кузнецов. Спортсмены проедут 5 серий по 4 заезда. Победители определят по результатам всех 20 гонок. Новосибирск представляет одна команда, вторая – все позаболевали у нас с ковидом. Поэтому вторую команду сняли с чемпионата. Подготовка у нас прошла успешно. Много было вызовов именно в организационном плане. Мы с ними со всеми справились. Все у нас будет хорошо. Будут зрители на трибунах, что очень поддерживают. Надеемся, что пройдет все ярко и интересно. Всего в соревнованиях участвуют 5 команд. Помимо хозяев выступят гонщики из Октябрьского, Тольятти и Москвы. Михаил Белов, представляющий столицу, рассказал, что в Сибирь стоит ехать не только ради соревнований, но и чтобы посвятить время тренировкам. В родной Москве, по словам гонщика, нет условий для спидвея. У нас негде тренироваться. У нас есть энтузиасты, которые готовят поле. В этом году всего два человека катаются. Их становится все меньше и меньше. По разным причинам. То есть финансовым. Плюс добираться до этой дороги кому-то 200 километров, допустим, мне, чтобы потренироваться на 200 километров. Плюс московские пробки. Шесть часов пути. Но не всегда можно найти временное возможности. Мы планируем немного постепенно и уверенно продвигать этот спорт в Москве. Гонка пройдет в пять часов на мотодроме Роста. Для зрителей впервые будет организована интересная программа, помимо заездов, конкурсы и розыкши с призами. Купить билеты на гонку можно прямо перед началом соревнований. Об итогах соревнований расскажем в следующих выпусках программы. А на сегодня все. В студии работала Кристина Латта. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok